Уроки Владимира Тарасова. Урок 41. Эволюция образа жизни богатого человека. Ну, поговорим о богатом человеке. О том, кем ни я, ни мы не являемся. И более того, ни у меня, подозревая у вас, даже знакомых таких нет. В том смысле богатом, о котором я сейчас буду говорить. Давайте. Значит, богатый человек, ну, не тот, потому что у кого много денег. А это тот человек, у которого мало денег никогда не будет, да, у кого много денег каждый год прибавляется, могут убавляться, но он просто всегда богатый. За счет чего? За счет чего? Это человек, который, благодаря тому, что он стал богатым, он уже стал брендом как таковым, под его имя дают деньги, да, к его имени многие хотят прислониться, ему многие делают бесплатно за уважуху, как говорится, в мире совершенно другом, да, вот, извините за это слово, но бесплатно просто, из-за чести, из-за чести помогать, да, вот, а это значит, многие там ему предоставляют отель бесплатный, всякие такие вещи, которые, так сказать, блага прилипляются к богам, да, и кроме того, он всегда ньюсмейкер, о нем пишут, а ньюсмейкер, он всегда имеет что-то, это конвертируется, известность, она конвертируется в деньги, да, в современном мире. Именно поэтому он не может быть бедный, потому что его известность, она всегда может быть так или иначе в деньги координатированы. Вот это богатый человек, не тот, кто выиграл там 10 миллионов по лотереи, да, это не богатый человек, это человек, которому деньги свалились, а богатый вот в том смысле, которым я сказал, да, вот, связи, кроме того, связи, банки, которые всегда рады ему деньги дать, да, вот, а связи среди друзей, среди политиков, государство может помочь, вот не хватает ему сколько-то миллиардов, ему государство поможет в конце с концами свести и так далее, вот, и так далее, вот такой богатый человек. Я говорю, у меня таких знакомых нет, поэтому мое описание образа жизни богатого человека будет коротким, да, вот, вот, но все-таки я попробую над чем порассуждать. Во-первых, путь богатства бывает из двух этапов состоит, бывает из одного, да, бывает прямая дорога, бывает с зигзагом, я поговорю сперва про зигзаг. И так человек разбогател, появились очень большие деньги вначале, и они опережают умение распоряжаться большими, опережают умение, да, вот, получают удовольствие быть щедрым, это удовольствие, да, денег, что называется, не считать. Вот этот этап проходили в девяностые годы многие, да, вот, удовольствие там, помощник говорит, мне надо 10 тысяч долларов, он руку в карман сует, так, на ощупь, распачку вытаскивает, там 100 долларов бумажек считают, ровно 100 по 100, да, оба веселятся, как он точно вытащил, да, потому что не первый раз вытаскивает, да, вот такие удовольствия от того, что денег много, люди прилепляются, там, все ему льстят, и говорят, как он замечательный, все здорово, но понятно, что при таком подходе к жизни деньги начинают уменьшаться, помощники начинают разворовывать, покупать ему за одни деньги, а продавать ему втридорого что-то для него покупают и так далее. То есть, когда вдруг он чувствует, сунул руку в карман, а этих нету столько, да, нету столько, он поможет ей говорить, ну, дай, дай, есть у тебя 5 тысяч. Ну, я говорю, не вопрос, дает ему, но ему пришлось уже в чувак карман залезть. А потом уже получается, как-то вот нету, и он тогда встает на цыпочке, оглядывается, а где деньги, а его увлекляют все, в основном, нечестные люди. Тогда честные люди, которых он отбил, говорят, я знаю, я тебе скажу, вот он у тебя украл, он тебе не вернул. И так, 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 все. Вот это вот первый этап он проходит и меняет свое отношение к жизни, получает опыт. И кем он становится, как он себя ведет? Скажу, как он себя ведет. Первое. Все, что нетрудно проверить лично, проверяет лично, да, то есть приближается к коленю. Обращать внимание на мелочи. Придерживаться проверенного порядка. Стоять за тем, кто в какой роли участвует в ситуации, кто в какой роли. Раньше не следил. Теперь за дискуссией о средствах видит разницу в умалчивании целей. Не торопится платить деньги, когда время терпит. Делает при договоренностях существенные оговорки, которые потом позже использует. Предпочитает письменные договоренности. Предпринятие решений поддается спешке, панике или давлению. Невосприимчив к лести комплиментам. Покупает у пессимистов, продает оптимистам. Проверяет все на малом, прежде чем решится на большое. Дистанцируется от лишней ответственности или опасности. Имеет запасы, дублирует функции, оставляет копии. Ловит на слове. Предпочитает слушать и не говорить. Не стесняется задавать неприятные прямые вопросы. Отделяет свои дела и деньги от чужих. Не с каждым готов иметь дело. Вот немножко другой. Ну такой, осторольный становится. Да, такой другой тип становится. Он меняется, да, обжегшись на молоке, немножко дует на воду. Теперь по-настоящему начинает богатеть. Это вот вторая фаза. Некоторые первые проскакивают, если они сразу так, вот когда бизнес сделали, так пошли. Но очень многие, особенно когда хорошая конъюнктура на рынке бывает, они в это время разбогатеют сильно. И вот они тогда приходится им вот этот зигзаг делать такой. Что же хорошее в этом образе жизни? Ну, он находится в высокой социальной страте. Вот этот, как я сказал, становится уже ньюсмейкером, становится брендом. Это такой капитализации личности большая, что тут ее отнять невозможно. Это неотнимаемая вещь. Новый уровень потребления, значит, новый уровень здоровья, значит, уже плюс 10 лет проживет по сравнению с людьми, которые в другом страте, да. Вот, теперь с политиками имеем дело. Может повлиять на закон, который бьет по конкуренту или там ему помогает, да. То есть это политиками дружить хорошо. Не с теми политиками, которые там куда-то свою кандидатуру выставляют, а с теми политиками, которые дело делают, да, принимают решения. Вот. А теперь у него есть возможность встречаться, не просто выбирать круг общения, а встречаться уже с интересными, известными на весь мир любви, с звездами, с учеными большими и так далее. Это очень большая возможность с людьми, которых может 20 в мире, с которыми интересно встретиться, да. И не каждому дано возможность встретиться с ними когда-нибудь. Хорошо, если тот на трибуне его в зале послушал, то есть гордиться. Он может с ним попить кофе и так далее. Вот. Не только кофе попить. А возможность заказывать специальные научные исследования, или медицинские, которые касаются его здоровья, или его родных и близких. Наука еще не прошла, он ускорит это дело, да. И возможность покупать людей. Прямо, косвенно, за то, что просто быть рядом с ним и так далее. Это покупка не такая прямая, как бывает у предпринимателей, это не взятки наличные, а другая покупка людей. Но это серьезная покупка людей. Потому что он умеет говорить, да. Он умеет быть тактичным. Уже вот много чему научился, да. И люди, разговаривая с ним, испытывают некоторое такое торжественность и чувство такое, что они причастны к чему-то очень большому. И почти на любое его предложение скажут да. Вот. Это все плюсы богатого человека. Давайте к минусам перейдем. Уже очень интересно. Минусы. Сужается круг людей, с кем интересно пообщаться. Сужается круг людей. Просто масштаб его проблем, которые его интересуют, людей больше интересуют проблемы более заземленные. Вот как сужаются, я забыл, к сожалению, книгу. Если есть слушатели, есть кто-нибудь, кто читал книг побольше меня, то он мне, может, подскажет, что это за книга. Там есть такой эпизод про американского миллиардера, наверное, про Рокфеллера. И вот они подняли в библиотеку, он открыл шкатулочку и достал древний манускрипт. Это была книга какого-то автора древнего. Это манускрипт, прямо оригинал. Достал Форду показать как человеку, который понимает вообще в умных вещах. Форд посмотрел, говорит, о, я читал книжку, 25 центов, помню, купил. Очень толковая книга. И он, да, и с Фордом не о чем поговорить. Просто Форду, наверное, с ним тоже не о чем поговорить. У него ценна стоимость этой книги. Ну да. А для Форда не надо обязательно в оригинале. Если копия точная, его до 25 центов устроят. Это разный взгляд. Тот живет для себя, а Форд для человечества. Это разные жизни. Поэтому тоже не о чем друг другу говорить. И поэтому, когда узок круг людей, с которым богатому человеку не о чем поговорить, то бывает это взаимно. И другим людям, может быть, не о чем с ним поговорить. Это бывает иллюзия одиночества. Те люди не интересны, потому что ты не интересен людьми. Так, между прочим. Но важно, что эта отрицательная вещь сужается круг. А за счет чего он сужается? Не только проблемы другие, а еще из-за того, что он натыкается, что люди все время просят денег. Что вроде интеллигентный человек, интересный собеседник, все. А потом друг говорит, а вот у меня вот такая идея, вот если бы найти инвестора, что... Опять про деньги. Опять про деньги. Ну все, ну чего ему с такими людьми говорить? Значит, ему говорить может только с теми, кто даст ему отдых и не попросит денег. Да. Вот. Либо со своими работниками, ну а чего со своими... Вот, да, вот. Эта проблема есть. Более того, если этот интеллигентный человек, но он не в этом круге, не вхож, не богатый человек, не просит денег, это тоже напрягает. Я просто не могу удержаться, чтобы не повторить тот анекдот, мой любимый, который про напряжение такого рода рассказывает. Да, значит, один джентльмен за 50 уже, даже, может быть, где-то вокруг 60 английский, он в отеле остановился в небольшом деревенском, и на первом этаже комната там с оконами в сад, а наверху молодой человек остановился в отеле. Молодой человек, ну, дело молодое, гуляет, поздно приходит домой. И была еще дурная такая манера у молодого человека, он один башмак снимет, раз, об пол его с каблуком, второй, об пол, и завалился на кровать. Вот. Он часто бывает в такой кондиции, когда как раз хватает сил, чтобы башмаки скинуть. Ну вот. А он просыпается, он раньше засыпает, джентльмен. Просыпается и заснуть не может. Ну, пожилой человек, всякое бывает. Он потерпел пару ночей, видит эта система, да, и он поднялся к молодому человеку, говорит, ты молодой человек, я тоже молодой был, все понимаю, но вот у меня такой манеры не было, вот можно вот без этого, да, вот башмаки так засунуть. Я просыпаюсь, не заснуть не могу до утра. Ну, пожалуйста. Он говорит, о, ради бога, я не подумал об этом, извините, ради бога, конечно, не буду. На следующую ночь пришел, башмак хряк, взял пол, и вспомнил, что, о, боже мой, что же я делаю? И второй тихонечко снял и лег спать. Через два часа прибегает джентльмен снизу, когда вы снимете второй башмак? Вот. Это то же самое, что чувствует богатый человек. Я с ним сколько говорил, все денег не просит. Что ты меня изматываешь? Когда же ты попросишь, да? А вот. Словом, получи. Вот это сужает очень круг общения. Кроме того, возникает подозрение к людям. Смотри, ты дочка, когда подарок сделаешь, кабриолет подаришь, она более ласковая с тобой. И жена, когда вот пойдешь на встречу в чем-то. И родные и близкие тоже лучше к тебе относятся, когда деньги даешь. Внуки лучше относятся. И вот это чего, все люди продажны, что ли, да? Вот всех можно купить. Вот это такое чувство появляется. Это как это самое... Ну, как у гулящих женщин. И мужчины хотят одного и того же, да? Вот так у богатого человека. Все люди хотят денег, да? Вот такое. Это, ну, Маркс говорил о профессиональном катенизме. Он есть у каждой профессии, да? Ну, вот, в частности, и у каждого образа жизни есть свои какие-то вещи такие. Вот у богатого человека вот это вот ожидание, что у тебя будут просить деньги. Даже когда не просят, все равно просят. Ну, получается, вечное недоверие к людям. Да, да, да. И сужает круг, да. Вот это тогда уже закрытые клубы, где уже только богатые и так далее. Все это идет отгородиться, дистанцироваться от тех, кто может просить деньги, да? Вот, ну, здесь вот минус большой в этом есть. Вот. И государство тоже просит денег. Довольно часто у богатого человека. Теперь надо собирать охрану, надо себя изолировать. Значит, ты фактически в такой подвижной тюрьме живешь. Везде те охранники, ты в отеле охранник, в театре охранники, везде охранники. Это такая передвижная тюрьма у богатого человека. Получается. Личная тюрьма, да? Вот, с хорошим обслуживанием. А вот, как у Бреевика. Шутка. Вот. Значит, это все... Нет свободы. Папарасы. Нет свободы. Вот. Свобода в богатой деревеньке, в какой-то богатой тусовке где-то своей. Вот это... Это вот это узкий, узкий круг. Это тоже, тоже очень... Поэтому иногда вырываются. Вот когда вырываются, как выросла принцесса, там это, как называется, Рим, прарим. Господи, забыл название фильма. Ну, там одна принцесса вырвалась на свободу, бывает, принц вырывается на свободу. Да, то есть вот без этого ограничения. Ага. Вот. Ну и какие же у них перспективы? Ну, у богатого человека, вот, когда доминирует положительная часть, у него он становится, как правило, инвестором важных для человечества дела. Вот медицинские исследования, какие-то такие вещи, ну, как Форд, скажем, когда у него миссия вообще для человечества, да? То есть, кроме того, там, птиц поддерживал, кроме того, больницу сделал свою. То есть, для человечества думает, да? Инвестором благо человечество становится. Это хорошее. Либо в проекты какие-то интересные, ну, как Ричард Брэнсон. Он один проект затеет, другой. Нельзя сказать, что все человечество продвигается. Ну, там что-то новое сделал, что-то какое-то там, книгу Гиннеса новый рекорд поставил. Эти рекорды тоже чего-то там новое открывают. Не бог весть, какое, но все-таки новое. Не просто, так сказать, деньги выбрасывать на ветер, да? Это вот хорошая перспектива. Вот. И, а вот неприятные перспективы, это вот, когда он становится замутным, неледивым, мизантропом. То есть, и циником, и мизантропом, и человечество не любит, и, в общем, такой противный старикашка, который думает, какой еще спит придумать. Вот. Шутка. Значит, вот это вот, вот это дорога вниз. Дорога вниз. Вот. Ну, хорошо, закончим на этом. Спасибо. Спасибо большое. Очень интересно. Спасибо. 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 Спасибо.